Много раз в моей жизни я был свидетелем того, что такое понятие, как визуализация, она работает. То есть вы все об этом слышали, читаете, знаете, смотрели фильм «Секрет». Это уже лет 10, может быть, 15 назад этот вышел фильм. Мы понимаем, что там, где наш фокус, там наша энергия. И, как правило, когда мы что-то визуализируем, когда мы постоянно представляем, то через некоторое время это все переходит из нашей головы, из наших мыслей. Это все материализуется в пространстве. То есть мы начинаем это видеть в жизни. Поэтому я вчера, когда готовился, я понимаю, что чем большее количество людей визуализируют какую-то картинку, думают о какой-то картинке, тем быстрее это все дело должно реализоваться, тем быстрее это должно стать реальностью. Поэтому я думаю, что 20 миллионов скачиваний мобильного приложения – это… Но все-таки давайте подумаем и представим, что это будет 30 миллионов скачиваний мобильного приложения. 20 миллионов – это прям план минимум. Это задача минимум, которую мы должны сделать обязательно. И почему бы нам не постараться, не взмахнуться на 30 миллионов скачиваний мобильного приложения. 30 миллионов скачиваний – это 20% населения нашей страны. Если еще раз говорить про парэтоэффективность 20 на 80, 80 на 20, я не знаю. Есть разные теории по поводу критической точки. Кто-то говорит, что есть критическая точка, это, например, кто-то говорит, что это 9%. Кто-то говорит, что это больше процентов. Я не знаю. Может быть, мы будем где-то близки к этой критической точке. Может быть, это и будет критическая точка, после которой начинается просто экспоненциальный рост. То есть вы знаете, когда выходит какая-то идея, появляется какая-то идея на рынке. Вначале есть те люди, которые сопротивляются этой идее, потом они ее принимают, а потом начинают следовать. И вот этот экспоненциальный рост – это тогда, когда уже прошли две стадии, и всем больше ничего не остается, кроме как следовать этой идее. И я не знаю, где эта точка, где эта критическая точка. Но я так понимаю, что на этой цифре мы будем там очень рядом. И я понимаю, что, еще раз, я вчера об этом говорил, и сегодня еще раз повторю, что когда у нас есть большое количество пользователей, у нас большая база, с этим уже не спорят. Это еще раз, это уже другие разговоры. Это уже разговор о том, что, ну, просто пойми, что это огромная база, здесь огромное количество людей, это огромная платформа. И предприниматель в любом случае, он будет просто принимать решение, что ему надо там быть. И нам не нужно будет объяснять, что это классный софт, нам не нужно объяснять, что тебе нужно заботиться о своих клиентах, нам не нужно объяснять, что тебе нужно быть лояльным и так далее. То есть здесь уже срабатывает другой триггер, то есть это уже другое, это уже следование за большинством, так скажем. Поэтому это уже другая совсем будет парадигма продвижения этого продукта. Это очень важный показатель. Поэтому запечатлетьте, пожалуйста, эту картинку, пусть она будет у вас в голове. Не знаю, может быть, даже вы сделаете на экран телефона для того, чтобы видеть. И я понимаю, что чем больше людей будут видеть эту картинку, мы с вами должны об этом говорить. И мы не должны этого стесняться. Чем отличаются люди успешные от людей, ну, в нашем понимании от неуспешных? Успешные люди, они не стесняются говорить. То есть они выходят и говорят, у меня такие планы, я хочу вот такие задачи закрыть, я хочу вот этого добиться. И не надо стесняться. Как говорил великий человек, который у нас выступал на день рождения, не надо стесняться. Поэтому это та цифра, о которой мы должны думать и о которой мы должны говорить. Окей. И как этого добиться? Как к этому прийти? У нас с вами есть потрясающий инструмент. Это партнерская программа. Это инструмент масштабирования. Нам нужно заниматься масштабированием. То есть мы понимаем, что чем больше будет партнеров, которые вовлечены в наше сообщество, тем больше будет у нас единомышленников, тем быстрее мы этот результат получим. Тем быстрее мы добьемся этих целей. И партнерская программа, фокус партнерской программы, нам нужно с вами для себя определить, на чем мы будем фокусироваться в партнерской программе в этом спринте. Я сейчас буду говорить о фокусе партнерской программы в первом спринте 2021 года. То есть у нас должны быть какие-то простые действия, которые будут приводить к большому результату. То есть мы с вами должны сейчас сфокусироваться на чем-то одном. Как наш продукт сейчас становится все проще и проще. То есть мы убираем лишнее, скажем так, выдвигаем за рамки немножко лишнее и оставляем самую суть в продукте. Но у вас есть возможность взять, если вам надо, вы можете брать из инфраструктуры, но мы оставляем самую суть. То есть мы убираем немножко лишнее, оставляем суть та, которая нужна. И давайте в партнерской программе тоже сделаем то же самое. То есть мы попробуем раздвинуть немножко лишнее и сфокусироваться на одном простом действии, которое приведет нас к результату. Это простое действие, которое должны делать абсолютно каждый из нас, если мы хотим создать такой большой результат. В чем оно заключается? Давайте сфокусируемся на вот этой истории. Давайте сделаем так, чтобы у нас вот этот жест был везде. То есть, я не знаю, на всех обучениях, когда вы встречаете друг друга, чтобы вот этот жест был всегда. То есть мы в себе напоминали. Каждый раз утром перед зеркалом просто напоминаете себе. Вот. То есть это фокус партнерской программы. Вот что я должен делать. Я должен два партнера в первой линии ежемесячно. У меня должно быть два партнера в первой линии ежемесячно. Я когда подводил итоги, я каждый месяц подвожу итоги месяца предыдущего. И когда я подводил итоги декабря, у нас в декабре было очень много партнеров, которые сделали вот это. Которые сделали два новых партнера в первую линию. Которые рассказали двум людям о нашем бизнесе. У них подключились два новых партнера. Это было в декабре. В январе, когда я подводил итоги, количество людей стало меньше. И я понимаю, что почему стало меньше. Не потому что праздники. Не потому что какие-то другие причины. Просто не было, ребята, фокуса. Но признайте себе, что у вас в январе просто не было фокуса сделать вас. Скажите, так ведь? Так ведь? То есть это же очень простая история. Это самое простое, но это очень простое действие. Два партнера. Потому что ваши мысли были заняты, возможно, чем-то другим. У нас в партнерской программе есть много чего, что нужно как будто бы делать. В продукте тоже много чего, что нужно делать. Но давайте для себя определим основу, с чего начинается мой месяц. Мой месяц начинается вот с этого. Я точно знаю, что если бы в январе у каждого партнера был бы фокус на это, мы бы с вами в январе приросли очень сильно. Я не скажу, что в два раза. Не скажу, что все бы это сделали, но в полтора, может быть, в 50-40% был бы прирост. И этот прирост может быть каждый месяц. Каждый месяц. Просто потому, что есть фокус. Еще раз. Там, где фокус, там энергия. Это простое действие. Давайте на нем сфокусируемся. Давайте будем делать это каждый месяц. Давайте об этом будем говорить. Всегда, когда мы будем встречаться, мы будем это показывать. Я, когда буду приезжать в ваши города в этом спринте на обучение, и когда я буду выходить на обучение, мое обучение будет очень коротким. Оно будет… О чем еще говорить? То есть, чему еще учиться? Вы все знаете. Вы очень умные. Вы понимаете, как этот бизнес делается. Все. Единственное, что нам нужно, вот. Вот эта история закрывает все вообще вопросы, которые у вас с этим бизнесом связаны. Любой вопрос, который вы сейчас себе в голове… У вас есть в голове по поводу бизнеса, вот. Вот это ответ. Если вы будете делать это, больше не будет у вас проблем. У вас всегда будут партнеры. У вас всегда будут клиенты. У вас всегда будет чек. У нас будет 30 миллионов скачиваний. У нас будет большое сообщество. Все начинается вот с этого. Еще раз. В продукте мы начали упрощать, раздвигать все лишнее и делать фокус на основном. И в партнерской программе давайте раздвинем и это сделаем основным. Когда начинается месяц, у нас сейчас начался февраль. Кто в этом феврале уже сделал вот это? Покажите, пожалуйста. Ну вот. За столиками тут есть. Не зря они за столиками сидят. Почему? Потому что не было фокуса, так ведь? Скажите, вот за эти 7 дней, если бы был фокус, были бы люди, которые это сделали? Конечно. Это не потому, что вы что-то не можете. Это не потому, что вы где-то там недорабатываете. У вас просто не было фокуса. Вы просто не фокусировались на этой задаче. Каждый раз, когда начинается месяц, первое число, первое, что тебе нужно сделать, это подумать о том, как сделать две регистрации в первую линию. Потом ты с ними работаешь, потом ты проводишь с ними вместе встречи, ты занимаешься обучением структуры и так далее. Но первая основа, с чего ты должен начинать, это вот. Это очень комфортный ритм. То есть каждый человек, который сюда приходит в этот бизнес, каждый абсолютно, он может этот ритм взять. Это комфортно. Мы не говорим по 5, 10 и так далее. Мы говорим это вот прям задачи минимум, это вот прям пол. Задачи минимум, которые хотите 4, 6, 8, ради бога. Это уже ваши цели, куда вы метитесь. Но 2, это прям самое минимум. Это дубликация. Потому что если мы эти разговоры постоянно ведем, если мы постоянно об этом говорим, если из каждого тюга об этом говорится, и если к вам приходит новичок, он начинает эту систему дублицировать. То есть он, по сути, родился в этой среде, он родился в этом контексте. И когда человек регистрируется в бизнес, он спрашивает тебя, куратора, так, что мы здесь будем делать? И ты говоришь, слушай, самое главное, что тебе нужно делать, это вот это 2. Теперь, исходя из этого, ищи информацию, обучайся. То есть все твои обучения, они должны вести тебя к одному результату. Ты должен ежемесячно научиться ежемесячно делать вот так вот. Это должен быть навык. Это должно быть, знаете, если у вас, вы понимаете, что у вас в этом месяце нет двух в первую линию партнеров, у вас это какой-то дискомфорт. То есть начинает чесаться в разных местах, потому что это задача минимум, каждый должен это сделать. Вот если мы в таком фокусе, но это же просто, это же простые действия. Но каждый день простые действия, они приводят к большому результату. Вода камень точит. Не создаются большие результаты сразу, не выигрываются золотые медали сразу. Это все каждый день ежедневное действие. Может быть, даже рутины, но каждый день ежедневное действие. И, конечно же, это финансовый результат. Смотрите, у нас есть гости наверняка, которые к нам пришли, и они только знакомятся с этой компанией. И я хотел бы немножко о финансовом результате рассказать. То есть вот это простое действие, два партнера в первой линии ежемесячно, простое действие, которое вы можете делать за один день. Вы можете делать первого числа каждого месяца, вы можете это делать. То есть это на любых пакетах абсолютно, два партнера. Задача минимум. Посмотрите, если мы это будем делать в течение года, каждый месяц, январь, февраль, март и вплоть до декабря, и когда мы с вами встретимся на следующих итогах года, через год, то вот эти простые действия вам могут создать финансовый результат. Смотрите, какой финансовый результат. Мы говорим о том, что вы это делаете, в вашей команде люди, которые приходят, они смотрят на вас, и они делают то же самое. Люди не будут делать то, что говорите вы, они будут делать то, что делаете вы. Если вы это делаете, они вас дублицируют. И вот эта вся история, вы делаете два человека, ваши люди делают два человека, ваши люди делают, и так далее. Понятно, что вы сами каждый месяц делаете в первую линию партнеров. У вас за год 24 партнера в первой линии. Но суммарно получается, я взял только пакет бизнес. Это самый простой пакет, самый простой пакет в нашем бизнесе. И вот только на этом пакете суммарный чек за 2021 год, если вы только-только начинаете бизнес, у вас вообще нет команды. Он может составить порядка 570 тысяч долларов в год. Это самый простой пакет. Я не беру пакеты премиум, ВИП и так далее. Я не рассматриваю другие пакеты. Это достойный же результат, финансовый результат за первый год. Но что для этого нужно сделать? Вы знаете, вот я когда-то услышал фразу, я в этом бизнесе 15 лет. И я когда-то услышал фразу, этот бизнес сложный. Почему? Потому что он очень простой. Представляете, сложность этого бизнеса в том, что мы не понимаем, насколько он простой. Потому что мы любим усложнять. Мы думаем, что вот такие суммы зарабатываются какими-то невероятными усилиями. Нет, ребята, простые действия, простые. Вот просто научиться ввести навык, навык. Два партнера каждый месяц. Это просто навык. Это такие результаты. И за этот год у вас может команда быть уже вот такая. То есть это могут быть 16 тысяч партнеров. Вам нравится этот результат? Конечно. Я вас спрашиваю, есть ли у вас финансовый план на 2021 год. Планировали вы его, думали вы о том, сколько вы хотите в этом году заработать денег. Вот, пожалуйста, простые действия, простые, которые может делать каждый в этом бизнесе, могут привести к таким результатам. Все очень просто, легко, на лайте, с азартом. Можно создать такой результат. 600 тысяч долларов в этом году. Можно больше. Я посчитал самый маленький пакет. Когда вы общаетесь с потенциальными кандидатами в бизнес, задайте им этот вопрос. Спросите, есть у тебя в твоем бизнесе финансовый план? То есть есть у тебя финансовый план, сколько ты хочешь в этом бизнесе, в твоем бизнесе заработать денег, если это предприниматель? И поспрашивайте. И потом можете рассказать о своем. У меня в моем бизнесе есть финансовый план. Я знаю, как здесь можно стартовать, вот прямо здесь, сейчас, и в течение года выйти минимум за этот год, минимум заработать 100 тысяч долларов. Это простые действия. Мы этот спринт будем работать, мы уже начали работать с 1 февраля. Этот спринт уже идет. И закончится он 31 июля. У нас в этом спринте остается промоушен, наша промо, лидерская поездка. Этот промо был у нас в этом спринте, во втором спринте 2020 года. И мы должны были сейчас поехать куда-то отдыхать, лидерская поездка. Но в связи с тем, что сейчас все границы закрыты, мы понимаем, что мы не можем подвергать риску наших партнеров. Поэтому мы переносим эту лидерскую поездку, мы ее пролонгируем, это промо. И в лидерскую поездку мы поедем после дня рождения компании, которая будет у нас в начале августа. У нас остается промо. От 500 финансовых циклов за спринт мы приглашаем партнеров в эту поездку. И компенсируем расходы по поездке от 100, от 1000 финансовых циклов за спринт. Так, идем дальше. Теперь событийная линейка. Событийная линейка, которая нас ожидает. Ну, первое, что у нас будет сейчас, вот после мероприятия, первое, это завтра будет обучение в московском офисе для новичков. И это первое событие, на которое нужно попасть, на которое нужно сегодня сработать и нужно попасть. Информация есть у ваших кураторов. Затем, идем дальше. Следующее событие, на которое мы с вами будем активно работать, это школа 20. Причем, опять же, вот в этом бизнесе, на заре, то есть когда я только пришел в этот бизнес, одна из фраз тоже, которую я запомнил, это то, что мы работаем от события к событию. То есть когда событие заканчивается, мы с вами должны находить следующее событие, которое есть в нашей линейке, и начинать работать на него. То есть получается, сейчас мы с вами заканчиваем это мероприятие, у нас закончилось событие, мы на него классно сработали, теперь мы начинаем фокусироваться на другое событие, на которое еду я сам и едет моя команда. И чем больше с моей команды поедут людей, тем будет лучше. Школа 20. Она называется так, потому что на эту школу приглашаются все партнеры, которые за этот текущий спринт в одну из недель делают 20 финансовых циклов. То есть школа 20. Она состоится 3-5 апреля в Москве. Вы должны вносить это все в календарь, и на это событие, на это мероприятие уже нужно работать. Идем дальше. Следующий план у нас сделать выездное событие. Это Турция, 11-14 июня. То есть мы определились с датами. И я думаю, что тоже где-то в течение ближайшего времени у нас будет определен отель, где мы с вами собираемся. И 11-14 июня мы летим в Турцию для того, чтобы там весело провести время и обучаться. Как правило, у нас выезжает огромная команда, и это не просто отдых, развлечение, это еще и обучение, нетворкинг, общение. То есть мы заряжаемся друг от друга. Тоже себе запишите в вашей календаре 11-14 июня выездное событие в Турции. Затем у нас будет день рождения компании. Мы будем отмечать 7-летие компании Global Intellect Service. И это будет начало августа. Мы еще пока не знаем, куда мы поедем, потому что есть сейчас вот эти внешние обстоятельства, ограничения, которые сейчас есть. Мы не знаем, что будет открыто. Мы предполагаем, что все будет хорошо, и можно будет летать по всему миру. Поэтому мы, я думаю, что как только будет все понятно, мы определимся с локацией, и вам тоже обязательно об этом скажем. День рождения компании Global Intellect Service начало августа, как правило. Мы заканчиваем спринт 31 июля, и первой неделе августа мы отмечаем день рождения. И там подводим итоги спринта, и планируем следующий спринт, второй спринт 2021 года. И хочу, чтобы это еще повисело, картинка. Значит, я хочу поделиться своими наблюдениями, наблюдениями из жизни. Значит, наблюдения вот в чем. Есть, на мой взгляд, есть вообще несколько уровней понимания истины. Вот здесь попрошу вас быть внимательными. Есть какой-то вопрос или какая-то истина, истина в плане какого-то вопроса. То есть есть несколько уровней понимания истины. Ну, как минимум два. Есть интеллектуальный уровень понимания истины. То есть тогда, когда мы головой что-то понимаем, какой-то вопрос. И есть второй уровень проживания, то есть понимания истины. Это тогда, когда мы начинаем понимать что-то на уровне тела. То есть когда мы на уровне опыта, на уровне проживаем какой-то определенный опыт, и начинаем понимать истину, то есть начинаем понимать какие-то вещи, как вещи работают. Еще раз, два уровня понимания истины. Первый, самый базовый, это интеллектуальный, когда мы получили информацию о каком-то вопросе. И второй уровень, который идет дальше, и он глубже, это когда мы на своем опыте, на своем теле этот вопрос или эту истину проживаем. Например, езда на велосипеде. Я думаю, что вы все учились кататься на велосипеде, вас учили. И меня на велосипеде учил кататься мой дед Иван Ушенин. И когда он меня учил кататься на велосипеде, он говорит, вот есть вопрос кататься на велосипеде. Начнем с первого понимания истины. Первое понимание истины, это интеллектуальное. Я тебе сейчас расскажу, что нужно делать. Ты садишься на велосипед, крутишь педали, вот есть руль, я буду тебя разгонять. И на каком-то этапе я буду тебя отпускать. Мне нужно, чтобы ты перешел из первого уровня понимания истины во второй. Чтобы ты на уровне тела прожил и понял эту истину, как это происходит. Понимаете, о чем я говорю? Я не видел ни одного человека, который бы умел что-то делать, не прожив второй уровень. То есть не прожив на теле. То есть нет ни одного человека, который, наверное, учился ездить на велосипеде, не попробовав в действии. И я помню, как он меня учил. У меня просто флэшбеки из моего детства памяти. И я садился, он разгонял велосипед и на каком-то этапе меня отпускало. Было несколько раз, когда я падал. Было несколько раз, когда у меня там был страх. И я не понял, как это нужно делать. И он мне постоянно говорил, ты знаешь, как это делать на интеллектуальном уровне. Теперь нам нужно закрепить это все на телесном. Ты должен на опыте, на своем теле прожить это. И только тогда ты поймешь то, что ты не понимаешь сейчас. Только тогда ты поймешь, как эта вещь работает. Только тогда поймешь, как эти вещи работают. И в какой-то момент, я не знаю, было у вас такое, что вас отпускают, и вы понимаете, что вы едете. Вы помните этот момент, когда вы учились? Да. И вы понимаете, а, вот оно как. Вот оно как работает. Вот как устроено. Вот она истина. Я понял, мое тело запомнило. И после этого, когда вы прожили второй уровень понимания истины, вы уже в любой момент можете сесть на велосипед. После того, как вы катались в детстве, например, у вас был, наверное, опыт, потом, не знаю, у вас был перерыв, вы не катались, например, там, не знаю, в детстве покатались, потом у вас был большой перерыв, и будучи уже взрослым человеком, вы поехали куда-то там в Европу, сели на велосипед, и что? Тело что делает? Вспоминает. Почему? Потому что есть второй уровень, то есть опыт проживания второго уровня. Езда на автомобиле – та же самая история. Вначале у нас есть интеллектуальный уровень понимания истины. Мы идем на курсы вождения, то есть мы сидим, обучаемся, мы учим правила, мы потом учим, есть педаль газа, есть педаль тормоза, есть руль, есть коробка передач. То есть мы это все дело изучаем. Это интеллектуальный уровень. Потом мы двигаемся дальше, мы идем в опыт проживания, то есть мы идем в следующий опыт. Для того, чтобы выйти на второй уровень понимания истины, мы садимся за руль и начинаем управлять автомобилем. И через некоторое время вы начинаете управлять автомобилем на автомате. То есть вы уже не задумаетесь, как это происходит. Ваше тело само это делает. Вы сами переключаете коробку передач, там сцепление, если это нужно. И сам автомобиль едет сам. Почему? Потому что вы на опыте, на действиях закрепили и перешли на второй уровень понимания истины. Почему я об этом сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что, ребята, вы сейчас очень хорошо понимаете интеллектуально, как этот бизнес работает. Вы дофига умные все, я уверен. Потому что у нас хорошая система обучения, у нас хорошие кураторы, у нас хорошая команда. Вы на интеллектуальном уровне понимаете вообще абсолютно все. Но у вас не будет закрепления. Пора переходить на следующий уровень понимания истины, то есть переходить к действиям. Следующий этап – это действия. Я вас призываю сесть на велосипед и начинать пытаться ехать. Я вас призываю садиться в автомобиль и пытаться уже начинать переходить на второй уровень понимания истины. О чем это я? Давайте начнем действовать. То, что мы сейчас говорили весь этот день, это было интеллектуальное понимание. То есть у каждого из вас сейчас есть интеллектуальное понимание. И что теперь нужно делать для того, чтобы в этой жизни создавать результаты, мы с вами живем в материальном мире. Просто сидеть и молиться, или представлять, или аффирмации расклеить и так далее – это не работает. Это просто первый уровень понимания истины. Мы живем в материальном мире. В материальном, вещественном. И здесь нужно действовать. Здесь нужны какие-то действия. Этот мир ждет от вас действий. И только тогда этот мир начинает вам что-то давать, потому что мы в таком мире живем, в материальном. Поэтому вот этого интеллектуального понимания, его, к сожалению, недостаточно. Для того, чтобы в жизни появились результаты, нужны действия. Я вас призываю прямо здесь и сейчас для себя принять решение, что вы начнете действовать в каком-то направлении. Например, уже начать действовать. Уже завтра пойти на обучение новичков в московский офис. Давайте будем откровенны. Если вы действительно хотите создать в этом году большие результаты, на этом обучении надо быть. И первое действие – это пойти на обучение. Что еще? Давайте уже здесь. Мы выйдем скоро из этого зала. И вот прямо выходя из этого зала, мы для себя принимем решение, что мы начнем работать по этой системе. То есть вы уходите из зала, и у вас уже фокус, вы начинаете действовать, вы показываете это миру. Я понимаю на интеллектуальном уровне, что вот эта история, два партнера, она может создать мне большие результаты. Теперь я начинаю действовать. Я начинаю себя растягивать. Я начинаю действовать. Я хочу на уровне опыта, на уровне этого тела прожить. Как это? Например, за этот год заработать 600 тысяч долларов. Может быть, за этот год заработать миллион долларов. На уровне тела, на уровне опыта я хочу это прожить. Но вы не сможете это прожить, если вы не начнете крутить педали, если вы не начнете делать. Поэтому я вас призываю к действию. Весь день был об интеллектуальном понимании истины, как стать успешным, как добиваться результатов, ставить цели. Теперь мы с вами выйдем из этого зала. Я вас призываю. Давайте начнем переходить на второй уровень. Давайте начнем действовать. Давайте создавать результаты. Давайте заново все перезапустим. Как будто была вот эта точка до и после. Вот она, ноль. Отчет. Давайте создадим самые большие результаты в нашей жизни. И они создаются на решении. И знаете, чем хороша, я заканчиваю, чем хороша вот эта вот среда, вот этот консекс, то, что мы с вами здесь сейчас собрались, здесь прям огромная энергия сейчас. И когда вы принимаете решение вот здесь, в этом зале, в этой энергии, я не знаю, это как какой-то катализатор, это какой-то там X10. То есть ваше решение, принятое, внутреннее решение, когда вы действительно приняли для себя, я точно это сделаю, я не знаю, каким-то образом ваше решение, оно как X10, то есть оно умножается, потому что вокруг вас огромное количество людей, которые с вами в диссонансе, то есть в резонансе. И вот в этом резонансе принять для себя решение. Давайте этот год, 21 год, сделаем самым выдающимся годом в нашей жизни. И сделаем самые-самые выдающиеся результаты. Я благодарю вас за то, что вы, несмотря ни на что, и вопреки всему, были на этом мероприятии, несмотря на все ограничения, нам очень ценно. Спасибо вам огромное. Я желаю вам самого результативного года. Спасибо.